Имена лучших в профессии объявили на торжественной церемонии закрытия регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2018» во Дворце культуры Арктика. Победителей выявили в номинациях «Руководитель года», «Педагогический дебют», «Учитель родного языка», «Воспитатель года» и «Учитель года». Пять номинаций и два этапа. Всего в конкурсе приняли участие более 50 педагогов. После первого заочного этапа за победу в конкурсе продолжил состязаться 31 участник из школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования Наринмара, поселков Искатели и Каратайка, а также села Ома. Конкурсанты уже пришли подготовлены. Они прошли своего рода отсев в ходе заочного этапа. И они мотивированные, они хорошо подготовлены, все очень эрудированные наши педагоги. И было очень трудно иногда выбрать, чей урок лучше или чье творческое задание лучше выполнено. Я думаю, что жюри в некоторых случаях было трудно определиться с оцениванием того или иного конкурсанта. Так, руководителем года по итогам конкурса стал директор средней школы номер один города Наринмара с углубленным изучением отдельных предметов имени Спирихина Юрий Канев. Надо отметить, что всего в конкурсе в разных номинациях приняло участие 4 педагога этой школы. Все они заняли первые призовые места. Конкурс в любом случае это некое время для какого-то осмысления работы. Осмысление своей работы, осмысление, вот допустим, я поучаствовал и работой с пониманием каких-то, допустим, работы других учреждений. Ну, то есть я считаю, что... А для учителей это вдвойне интересно, потому что они же дают уроки, причем дают не на своих классах, а на чужих. И там нужно быть таким асом, высшим. Пилотаж показать, чтобы доказать, что действительно ты лучший. Это очень сложно. В номинации «Педагогический дебют» победителем стала молодой учитель истории средней школы номер 4 Светлана Канева. В номинации «Учитель родного языка» состязалось два педагога. Любовь Павлев из поселка Нельминос и Светлана Талеева из поселка Каратайка. Жюри признала лучшей учителя из Каратайки. Для меня это было очень интересно. Мало того, что я много из этого конкурса извлекла, хоть он был и такой трудный, и творческий, и приносил много каких-то приятных моментов, но мне все понравилось. Среди воспитателей лучшей в профессии признана Людмила Сидорович из детского сада «Гнездышко». В номинации «Учитель года» победа также за педагогом из первой городской школы Анной Ермолиной. Учителем английского языка. Победительница признается, учителем стала, по примеру, мама. Кстати, мама Анны тоже в свое время была победителем конкурса и получила почетный титул «Учитель года». Когда на заочном этапе нужно было написать эссе «Я учитель», у меня не возникло никаких проблем, потому что, когда я впервые услышала речь английскую из уст моей мамы, которая также является учителем английского языка, я поняла, что вот, это мой идеал, это то, кем я хочу стать в будущем. Но мне казалось на тот момент, что быть учителем, вот учителем с большой буквы, это сложно и нужно дорасти до этого. А вот такие вот конкурсы, они помогают. Это саморазвитие в первую очередь. Во-вторых, мы делимся друг с другом опытом. Это бесценно. Региональный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2018» проводит Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа совместно с Ненецким региональным центром развития образования. Он направлен на выявление выдающихся педагогов, поддержку инновационных образовательных технологий и повышение престижа педагогического труда. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север».